Дорогие братья и сестры, сегодня особенный день тем, что мы вспоминаем события из Евангелия, которые говорят нам о тех событиях, когда Господь взял с собой троих учеников и приоткрыл им славу, ту славу, с которой Он придет на эту землю. И я хочу прочитать очевидца тех событий из 2-го послания Петра, из 1-й главы, который свидетельствует о тех событиях, при которых Он сам был, присутствовал там. Мы будем читать из 1-й главы, 2-е собрание Петра, 1-я глава и 16-го стиха мы будем читать с вами. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но бывшей очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы пронесся к Нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. Хочу обратить прежде всего внимание для тех, кто еще не примирился с Господом. Здесь апостол свидетельствует, как бы удостоверяет тех, кто берет первый раз в руки Евангелие. И многие другие тексты говорят о том, что мы вам говорим, мы видели, мы слышали, как в этом говорит и апостол Иоанн в своем первом послании 1-й главе. Вот что мы видели, что слышали, что рассматривали, что осязали. И наше желание, чтобы и вы были в том общении, в котором мы, мы в общении с Отцом и Сыном Его. И здесь вот такой вот призыв. Но здесь апостол напоминает и нам, принявших драгоценную веру. И я хочу обратить с вами внимание на буквально три слова, которые говорит здесь апостол. Он говорит, мы видели и свидетельствуем о той силе, которую мы видели в Иисусе Христе. Мы видели Его пришествие, мы узнали Его пришествие. И мы видели Его величие. О какой бы мы силе, мы сейчас с вами не говорили, источник всякой силы и всего творения есть Бог. Написано, Бог через Иисуса Христа сотворил и веки. И, конечно же, кроме той силы, которая сегодня свирепствует в этом мире, та, которая противилась Богу, я имею в виду того осеняющего Херувима, который захотел быть подобным Всевышнего, но и эта ужасная сила, которая порабощает сегодня человека грехом, она тоже является под контролем нашего Господа. Поэтому со страниц Евангелия, естественно, ученики видели всю ту силу, которую являл Христос, будучи здесь с ними. Когда нужно было усмирять бурю, ветер или воскрешать мертвых, то такую силу являл Господь. Когда нужно было преподать истины, мудрость, то такую силу премудрости знаний являл Иисус Христос. Он учил, как власть имеющий, мы читаем на страницах Писания. О неграниченной силе Христа можно говорить долго, разнообразно, но я хочу напомнить о главной силе. Для всех людей, братья и сестры, дорогие, и причиной Его пришествия, об этом Павел пишет в Римлянам 1 глава 16 стих. «Я не стыжусь благовествования, благовестия Христова». Павел говорит, «Я не стыжусь благовествовать Евангелие». Дорогие друзья, вот эта маленькая книга, которая сегодня есть практически в каждом доме, а во многих она покрыта пылью, это есть план и путь спасения душ человеческих, за которые была уплачена дорогая цена. И вот Павел говорит, «Я не стыжусь благовестия Христова, Евангелие, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, всякому верующему человеку». И действительно, сегодня мы с вами свидетели, как люди сегодня, они названы в Писании, Боги с маленькой буквы, как сегодня они укращают бурные реки, осваивают атом, космос. Ну, в электронике тут настолько, настолько уже пошел прогресс у человека, мы сами видим сейчас в автобусах, везде все в электронике, все в мобилках, все что хочешь, все доступно. Но вот одолеть силу греха человек никак не может, и не сможет, братья и сестры, не сможет. Потому что только силой Евангелия, как мы с вами прочитали, апостол свидетельствует, и силой Святого Духа, который Бог дает по вере в Спасителя. Поэтому Христос и сказал, «Без Меня ничего не можете делать, и если Сын освободит, то истинно свободны будете». Конечно же, имеется в виду от греха. Апостол говорит, «Мы возвестили вам пришествие». Мы видели эту силу, о которой можно много говорить, но мы видели пришествие, говорит Господа. Для многих, конечно же, оно было долгожданным. И Писание с первых страниц Библии говорит о том, что как только человек пал в грех, Бог сразу дал первое обетование о Спасителе. Третья глава, Бытие, 15 стих, всем известные нам слова. Но я хочу прочитать одно из многочисленных, где Павел пишет Галатам, такие слова, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Очень много подобных текстов, которые говорят о пришествии Христа. Христа долго ждали, к сожалению, не узнали. Пришел к своим, мы читаем, так на страницах Писания. Но однажды Христос сказал ученикам, «Блаженны ваши глаза и ваши уши, глаза, что видят, и уши, что слышат». Потому что те пророки, которые писали обо мне, описание обо мне, они так желали видеть то, что вы видите и слышать. И действительно, они блаженны, а мы, братья и сестры, блаженны еще больше. Потому что мы имеем драгоценное Евангелие, а апостолы его не имели, они для нас его писали. Мы имеем церковь, мы тело его, мы запечатлены Духом Святым. И главное, чтобы мы были поистине храмом того Святого Духа, которым Господь дал нам, чтобы противостоять всякому злу. Дорогие друзья, к сожалению, сегодня Христа многие еще ждут, в частности, евреи, которые не приняли Господа. Ждут. Он придет, но придет во имя Своем. И так читаем на страницах Писания. Но апостолы говорят, «Мы, свидетели, мы возвещаем вам Его пришествие, мы узнали Его. Это Он, тот долгожданный Спаситель, который был обещан еще от времен Адама». И сегодня, размышляя о преображении Христа, как о доказательстве или предсказании Его второго пришествия в славе, там, на горе, евангелисты свидетельствуют, что Его сияло, лицо просияло, как солнце, и одежды Его стали белыми, как свет. И вот это самое большое величие, которое видели ученики. Они видели там не только преображенного Христа, вот той славе сияющим, которую Господь приоткрыл им, они видели там Илью, они видели там Моисея, которые имели общение с Христом там. И Петр не выдерживает там, будучи в этих обстоятельствах, он говорит, «Как здесь хорошо! Вот кущи бы нам вот тут вот бы сделать, и быть тут вот». Вот это тоже немножечко такое вот к нам предвкушение о том, что будет там, где не видел глаз, не слышало уха. И Петр говорит здесь вот в 17 стихе, «Ибо Он принял», там мы видели от Бога Отца, честь и славу, честь и славу. Дорогие друзья, какой хороший прообраз чести и славы мы видим и в Бытие, 45 глава, 13 стих. «Там славу Бог погрузил Иосифа, которого братья продали. И когда Он уже им открылся и послал, и говорит, «Идите, возьмите Отца Своего, перебирайтесь в Египет, пять лет еще голода, чтобы вы не обнищали». И вот какие слова интересные Он говорит, какой прообраз, вот то, о чем мы сегодня вспоминаем. Он говорит их, наставляя и отправляя в Ханан за Отцом, «Скажите же Отцу моему о всей славе моей в Египте, о всем, что вы видели». И они пришли и рассказали. Дорогие друзья, вот это видели и ученики, вот эту славу немножечко, немножечко. Можем мы представить, трудно нам, наверное, какая будет там слава. Но я хочу сказать еще об одном, очень важном, что эту честь и славу Господь оставил, ибо Он имел ее там, прежде того, как Он пришел сюда на землю. И вот давайте немножечко помыслим о претерпевшем такое над Собою поругание, над Христом. Принять тело, разве это не унижение, которое нужно мыть, купать, лечить, ложить спать и так далее, и тому подобное. Это, как Павел говорит, «Кто избавит меня от этого тела». Мы видим сразу, с первого рождения Христа, где, в Хлевуд, там где-то вот в таком месте, и потом сразу гонение Ирода, вынуждена семья уходить в Египет, и потом скромное жительство в Назарете, и потом Христос выходит на служение, крестится, как один из грешников, принимает эти унижения в пустыне, будучи искушаем от дьявола, и потом постоянное оскорбление, тоже гонение на всем земном пути до креста, и там издевательство, распятие и смерть. Друзья, я хочу задать вопрос, разве человеку это было возможно, то, что сделал Христос? Тем более, пройдя заранее вот этот путь, который расписан в Библии, Христос говорит ученикам, с которыми Он уже воскресший шел, в Имаус, вот все то, чему я вам говорил, оно уже сбылось, но осталось немного, дорогие братья и сестры, немного. Христос говорит в 16 главе, и тоже очень много подобных стихов Матфея, в 16 главе, перед тем, как уйти, показать эту славу, Он говорит, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его, и дальше Христос говорит, некоторые из вас пойдут со мной, и Я покажу эту славу. Это Он говорит о сегодняшнем дне, который мы сегодня с вами вспоминаем. И в заключении, дорогие друзья, хочу сказать о том, что говорит еще здесь апостол, говорит, мы слышали голос, мы слышали голос Отца, который прославлял Сына, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Это очень важные слова, которые говорят о том, что и нам нужно на всем земном пути прославлять Христа, и прежде всего своей жизнью. И, наконец, два слова, которые здесь не упоминает апостол, это сей Сын Мой возлюбленный, Котором Мое благоволение, Его слушайте. Насколько это важные сегодня слова для нас, Его слушайте, чтобы нам преобразиться тоже, преображаться в Его образ, Которому мы призваны преображаться. Мы должны постоянно быть в послушании Христу, послушании Слову Божьему, чтобы и нам уподобиться Ему, чтобы и нам быть истинными детьми Его, принятыми в небесную, ту славу, которую Он нам готовит, чтобы и нам унаследовать тела, уже не эти бренные, тленные, а славные, сильные, нетленные, и быть со Христом во славе. Аминь. Давайте помолимся.